Сегодня под Великим Новгородом завершилась операция по подъему бронеавтомобиля БА-10. Железный солдат, участник обороны Новгорода от фашистов, пролежал на дне реки ровно 80 лет. В июне 2021 его обнаружила группа подводного поиска отряда «Находка». Было несколько предварительных подъемов. Вот сегодня финальный этап. После которого стало известно, реставрировать будут не только броневик, но и сам синий мост, под которым его нашли. Репортаж Арины Аксеновой. Таких вещей еще много есть. И в проливах, и в реках, и в океане. Работу эту делают эти поисковики большую. И нужную работу эту делают. Надо доставать. Там не только техника, там и воины еще есть. Неизвестно, достанем ли мы их всех, но история как минимум одного пушечного бронеавтомобиля БА-10 не оборвалась в 41-м. Подготовка к этому событию была долгой. Броневик приподнимали над водой несколько раз. Водолазы из подразделений Росгвардии расчищали его от глины, проверяли, не осталось ли в нем боеприпасов. И, наконец, сегодня железный солдат покинул дно Малого Волховца навсегда. Прямо сейчас мы видим, как основная часть броневика с башней и пушкой, та, что лежала глубже всего, которую было сложнее всего достать, поднялась уже на уровень синего моста. Теперь самая сложная задача – аккуратно переложить ее прямо в грузовик. За ней последуют остальные части. Все прошло гладко. Стропы выдержали, кран не подвел. И даже уставший за десятилетия, проведенный в воде металл, остался цел. За подъемом наблюдали первые лица региона и ветераны. Событие-то поистине историческое. Вот это мероприятие, одно это мероприятие – это защита победы. Показать, что мы помним, не забываем, и это лепта в историю Великой Победы. И эта история обязательно продолжится. Не исчезнут без следа и имена членов геройски погибшего экипажа. Ведь главная цель таких операций – передать эстафету, закрепить в генетической памяти подвиг защитников Родины. Я в школах, в рамках нашего проекта «Поисковики школам», федерального проекта, который поддержал Владимир Владимирович Путин, я буду детям рассказывать про еще одного солдата. Но не живого, который погиб смертью храброго, а железного. Который до последнего стоял, защищая город Новгород. И вот здесь, в этом неравном бою, один маленький броневичок был подбит и затонул. Именно здесь броневик попал под обстрел фашистов 18 августа 1941 года. Рухнул в воду вместе с обрушившейся переправой, известной каждому новгородцу как «Синий мост». И ровно 80 лет спустя они оба переживают новое рождение. Каждый день езжу на работу мимо «Синего моста». Каждый день смотрю на то, как он постепенно ржавеет. И приятная важная новость. У «Росавтодора» из экспертизы вышел проект восстановления этого моста. Со следующего года начнутся работы. И до въезда в Новгород будет открыто четырехполосное движение в течение двух лет. Что же касается бронемашины, теперь ее ждет кропотливая реставрация. Специалисты сделают все, чтобы броневик снова встал на свои колеса и в День Победы проехал по Софийской площади. А возможно и по «Синему мосту», с которым так уж вышло, связала его судьба. Вы придете смотреть на это? Доживу приду. Арина Аксенова, Андрей Шостаков. Новости. Новгородское областное телевидение.